Два вопроса похожих. Первый вопрос. Я прочитал, что для верующего человека главное ходить в храм и молиться, а не помогать другим людям и делать добрые дела. Разве это правильно? И еще вопрос следующий. Я веду активный образ жизни, занимаюсь спортом, участвую в различных социальных мероприятиях, занимаюсь благотворительностью, получаю образование. У меня нет времени ходить в церковь и серьезно изучать религию, но мне сказали, что Бог меня накажет. Разве это справедливо? Ну, в отношении, значит, первого вопроса, что главное ходить в храм и там, может быть, кому-то что-то помогать, исповедаться, причаться, это достаточно. Это неверно. Неверно, если кто читал, когда Евангелие... А советую почитать. Это всё-таки книга двухтысячелетней давности. Представляете, мы Гомеры читаем там. Ну, я говорю, читаем, на самом деле никто не читает. Ну, да. Но всё-таки читаем какие-то старые книги, интересно. А тут двухтысячелетней давности книга, я говорю, Евангелие, которая фактически создала, на основе которой, ну, по крайней мере, на элементах которой, создана вся европейская цивилизация, и вдруг не знать этого. Это, конечно, нехорошо. Но почему я сейчас говорю об этом? По той простой причине, что, вы знаете, в Евангелии Христос говорил такие вещи, что диву даёшься. А именно... Ну, чтобы было понятно, маленький комментарий сначала. Ну, религия иудейская. Поэтому, говори, иудеи, евреи – это одного происхождения слова, да. И праведными людьми как раз считались там те, которые тщательно исполняли все предписания иудейского закона. Вот то, что мы сейчас говорим – предписания, церковные предписания. Ходили в храм, приносили жертвы, исполняли, читали молитвы какие, ещё другие обычаи. Я к чему это говорю? В Евангелии непрерывные, гневные слова Христа обращены к ним. Всё исполняют. И Христос, вы знаете, как обзывает их? Просто ужасно! Лицемеры, гробы окрашенные, то есть снаружи хорошие, а внутри что? Не будем заглядывать. Да. Змеи, порождение хиндины, вы подумайте только! А в чём дело? Вы знаете, в чём дело? Что очень часто это в нашей человеческой психологии, когда я исполняю, кажется, все внешние предписания, исполняю так, то во мне начинает, начинает накапливаться представление о том, насколько я всё-таки хорош. Насколько ж я хорош. Я хожу в церковь, а вот они не ходят. Я пащусь, а там, смотри, греховодники, что делают. Я исповедователь причащаюсь, подхожу, а другие и этого не делают. А оказывается, исполнение вот этих внешних только церковных предписаний, внешней церковной такой жизни, без наблюдения за тем, «А исполняю ли я заповеди?» приводит человека к самым нежелательным последствиям. Ещё раз обращаю. Всё вот это – это церковная дисциплина, это церковные, если хотите, ну, предписания, как некие средства, помогающие, но это не цель. Цель – исполнение заповедей, то есть не осуждать, не завидовать, не лгать, не притворяться. Вот цель! А что, Проко, если я пащусь там, всё так, как сказали об одном, очень хорошо. Он пискарика кушает, а закусывает человечком. Такой великий постник. Кушает только вот. Он ничего, травку, ну, пискарика съест, и человека съедают живьём. И ненависть, и зависть, и неприязнь, и осуждение, и всё, что... Проку тогда нет никакого! Не только никакого Прока нет, а даже наоборот! Есть просто такой вот, я бы сказал, очень хорошая фраза такой вот это вот исполнение вот этих внешних, всех телесных вещей без без исполнения внутренних вещей, вот этой борьбы с этими внутренними страстями, более вредно, приносит более вред, нежели пользу, ибо ибо возбуждает в человеке и порождает в человеке и порождает в человеке тщеславие и гордыню. И тогда всё. Проку никакого нет! Дьявол явился Антоний Великому и говорит, Антоний, ты мало ешь? Я совсем не ем. Ты мало спишь? Я совсем не сплю. Не этом ты победил меня, а смирением. Да. Вот так! Это то, что касается в отношении каждого первого вопроса. В отношении второго вопроса же, когда человек напротив, да, и в храм не ходит, и ему некогда ходить, он занят всякой социальной деятельностью и прочими вещами, ему некогда даже ему и молитву прочитать, там, то есть, исполнить даже церковные предписания, ему некогда, но он считает, что он он много делает в этом плане, и, следовательно, следовательно, здесь, так сказать, ну, становится ближе к Богу. Ну, в отношении этого всё ясно, я уже сказал. Никакой внешней деятельностью мы не спасаемся. Мы спасаемся только очищением души, только борьбой со страстями. Борьбой со страстями спасаемся мы, а не тем, сколько мы там сделаем кому-то и что-то. Бог спросит о нашей совести, а не об этих вещах. Ещё раз говорю, первичными являются заповеди Божии, а всё прочее, вот эти церковные постановления, они являются только вспомогательными средствами. Даже таинство, даже таинство, это только помощь в духовной жизни сами по себе. таинство не спасают. Я почему об этом говорю, что иногда думают, что если крестился человек, всё, ура, не крещён – погиб. Сколько угодно не крещённых. Огромное количество людей, которые спаслись, и церковь рассматривается как святые. А там, главное-то, там конечная фраза, что церковь... – Конечная фраза, что вот этому замечательному человеку, который всё делает, говорят, что Бог его накажет. – Да, Бог накажет. – И он спрашивает, разве это справедливо? – Да, 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 вот так, в отношении, да, Бог накажет, да. Первое и главное – Бог никого не наказывает. Я пью вовсю, глушую, у меня цирроз печени. Ах, Бог меня наказал! Он говорит, Бог тебя наказал! Ты что, с ума сошёл? Или ты себя наказал? Глотаю там эти наркотики или курю там эти всякие. Ах, Бог меня наказал! Меня в Америке однажды подвели человека познакомить. Я смотрю, человек лет 60. Меня знакомит, говорит, вот ему 25 лет. И вот недавно его только вытащили из наркомании. Ах, как Бог его наказал! Представляете? Бог – врач, а не судья. Поэтому вот такие вещи, когда мы говорим, что Бог наказал, мы глубоко, так сказать, обманываемся и сваливаем на Бога, на Бога, то, в чём виноваты сами. Ещё раз повторяю, заповеди Божии есть ничто иное, как предупреждение человека. Не делай вот это, чтобы тебе не было плохо. Всегда один пример привожу, извините за такую узость моего сознания. Не ходи по гвоздям, говорит Бог, иначе тебе будет плохо. Я всё-таки топ! Гвоздь выскочил с ногу. Ах, Бог меня наказал! Любой грех – это и есть рана. Любой грех. Почему? Бог и предупреждает. Предупреждает. Не осуждай! Не осуждай! Ты же ещё хуже того, кого ты осуждаешь. Не делай себе раны! Не калечь себя! Каждый грех, именно грех, о котором сказал Христос, вот те заповеди, когда мы нарушаем, есть, повторяю ещё раз, ничто не как рана, которую я сам себе делаю. Итак, кто же меня наказывает, когда я по гвоздям ножкой – раз! А то ещё, знаете, что самое интересное? Ах, теперь я уже всё равно сорвался! На один гвоздь наступил, теперь пойдёшь и по другим, да? Ну-ка, покажите мне такого человека! Отскочит! А мы, какие умные! Наступил на гвоздь, а теперь всё равно пойду по гвоздям! Подумайте только! Да чего же человек умён? Просто лучше не придумаешь! Просто мы не знаем, что грех – это действительно рана, и поэтому, поэтому, чем раньше человек остепенится, чем скорее воздержится от грехов, тем меньше он будет страдать! Не Бог наказывает, а мы сами себя наказываем! Вы пройдём! Итак,